С утра в Тангале мы еще успели сходить искупаться и собраться. Распрощались с хозяйкой Геста и пошли на дорогу. Там поймали автобус до Колома под номером 32. Билет до Хикадуа нам обошелся в 215 рублей за одного человека. Расстояние 92 километра. Ехали мы 3 часа. По пути видели жуткую аварию. Перевернулся Камаш Щебнем. И если сначала в автобусе меня развезло и я уснула, то после аварии я больше не могла сомкнуть глаз. Хикадуа – небольшой город и популярный курорт на западном побережье Шри-Ланки, примерно в 100 километрах к югу от Колома. Хотя Хикадуа и относится к западному побережью, на самом деле находится почти на самом йоге острова. Население города чуть больше 100 тысяч человек. Мы заселились в наш ГЕС в самом центре Хикадуа, возле железнодорожной станции. Как выяснилось позже, поезда нам совсем не мешали. Как всегда, мы бросили вещи и пошли на разведку в поиски недорогого локал-кафе. Зная, что Хикадуа – это туристическое место, решили пойти не в центре, где все дорого, а в блок деревеньки. И не пожалели. Нашли местное кафе и сделали там овощной супчик всего за 200 рублей. 70 рублей порция приличная. Приготовили при нас и было очень вкусно. Также нашли пару мест с дешевыми фрешами и кокосами. Вся жизнь Хикадуа кипит в центре. Центром считается дорога вдоль океана, примерно от железнодорожной станции до пляжа с черепахами. Там и рестораны, и бары, и магазины, банкоматы, автовокзал и многое другое. Единственный минус, что это единственная улица, по которой можно погулять, находится на трассе. Поэтому постоянно есть много большого транспорта и автобусов. И гулять уже не так приятно, как по улице Медагетия в Тангале. В глубине деревеньки, конечно, есть много улочков и переулков, но гулять по ним неинтересно. Кроме домов ничего почти нет. Так, мелкие киоски с продуктами. Да и вечером они очень темные. Мы прошлись по одной такой улице и вышли к небольшому храму. Хотели зайти на территорию, но из-за трескода нас не пустили. Нужно, чтобы были прикрыты не только плечи, но и колени. Напротив храма есть небольшой островок, но добраться до него могут только монахи и только на лодке. Прогулявшись, мы вернулись в центр. По пути зашли на городской фруктовый рынок. Что сказать в трех словах? Красиво, разнообразно, дорого. Ассортимент здесь огромный, но цены заоблачные на все. А еще в Хикадуве много магазинчиков с чаями. На любой вкус и кошелек. Хикадува – это один из самых популярных развивающихся курортов Шри-Ланки. Едут сюда прежде всего за пляжным отдыхом и хорошо развитой курортной инфраструктурой. Если не знаете, куда поехать первый раз на Шри-Ланку, выбирайте Хикадуву, и вы не пожалеете. Правда, из-за постоянных пол это место больше подходит для занятий серфингом, чем для спокойного плавания. Лишь небольшой пляж Хикадува-Бич или Хикадува-Корал-Риф протяженностью меньше километра защищен коралловыми рифами. Сильных волн на нем не бывает. Здесь можно поплавать с огромными черепахами, рифками и, если повезет, встретить осьминогов и других обитателей подводного мира. Пляжик Хикадуви. Без волн. А вот там черепашки. Большие. Обязательно возьмите с собой маску и приходите поплавать с огромными черепахами. Их здесь я насчитала 4 точно, а то и все 5. Они такие огромные, но очень милые. Здесь их можно покормить, купить водоросли за 500 рупий у местных надзирателей пляжа. А можно насобирать водоросли самим. Единственный минус, что очень много народу. Если хотите, чтобы народу было поменьше, приходите рано утром. Пляжная зона Хикадувы растянута вдоль берега почти на 10 километров, а самая насыщенная ее часть сосредоточена в пределах примерно 5 километров от центра. Как я и говорила ранее, вся инфраструктура расположена вдоль достаточно загруженной транспортом дороги Галли Роуд, которая отдалена от пляжа, плотной застройкой из отелей, ресторанов и домов. Через дорогу тоже находится цепочка отелей, кафе и турагентств. Пляж Хикадуви в целом неплохой и очень протяженный. Почти на всем протяжении курорта он достаточно широкий. Правда, местами сильно сужается, а на севере вообще сходит на нет из-за возведенной отелями дамбы. Вся пляжная линия застроена отелями и никакого пальмового берега в стиле баунти вы здесь не увидите. Рестораны и отели выходят прямо на берег все больше, приближаясь к воде с каждым годом. Местно на пляжи попадаются школы серфинга и дайвинга, в том числе обучение на русском языке и прокат снаряжения. Что касается дайвинга и снорклинга, то по некоторым оценкам это одно из лучших мест в Шри-Ланке для дайвинга. И чуть ли не дай в столице страны. Здесь есть коралловый риф и несколько затонувших кораблей. Если двигаться дальше на север, уже за пределы Хикадулы попадется еще множество неразвитых, но очень приятных пляжей, на которых расположились редкие отели. Хикадула, пляж, сансет, закатик, тут солнышко уходит в море, уже поинтереснее. Столько народу купается. Да, море спокойное, я бы тоже покупалась. Субтитры делал DimaTorzok